Здравствуйте! Как всегда в это время по вторникам в эфире телерадиокомпания Щелкова программа Диалог. С вами я и ее ведущий Сергей Дадыко. Напоминаю, что программа наша идет в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 496, это код города, 567-1440 и 567-1450 и задавать свои вопросы моему сегодняшнему гостю. А в гостях у меня сегодня председатель правления Союза садоводческих и некоммерческих товариществ Щелковского муниципального района Анатолий Штоколов. Добрый вечер, Анатолий Николаевич. Добрый вечер. Можно вас сокращенно таким называть именем? Конечно. Не председатель правления Союза некоммерческих, просто Союз садоводов Щелковского района. Да, это будет правильно. Мы с вами встречались буквально ровно год назад, в самом начале апреля прошлого года. Понятно, что сезон у нас вот в этом году позже, наверное, открывается. Садоводческо-огородческий, огороднический сезон и дачный тоже. Еще пока снега много, но тем не менее проблемы остаются, наверное, и с прошлого года. Какие-то новые появились, поэтому давайте вначале поговорим просто о Союзе садоводов. Напомните нашим зрителям вообще, что это за организация, чем она занимается, какие основные направления ее деятельности. Вы знаете, по сравнению с тем, что было в прошлом году, произошли очень большие изменения у нас в районном Союзе садоводов. Во-первых, мы почти закрыли вопрос с электроснабжением. Мы построили в прошлом году 16 подстанций и две практически пустили уже в этом году. Осталось у нас 8 подстанций. Мы полностью впервые закроем все дачные, садовые и огородные, подчеркну, товарищества электроснабжения. Мы достаточные усилия проявили по газификации садоводских товариществ, по дорожной сети, по выполнению распоряжения губернатора Московской области об устройстве территории Московской области. Наши садоводы проявили просто чудеса, и мы заняли третье место в Московской области по благоустройству. Это, прежде всего, труд садоводов, труд очень большой, потому что почти 500 садоводских товариществ – это, будем говорить, серьезное хозяйство. Это же люди сами себя обеспечивают, они ни у кого ничего не берут. Они на свои деньги создают инфраструктуру, они сами оплачивают все услуги, начиная от вывоза мусора, чистки снега и других позиций, которым живет садоводческое товарищество. Это, будем говорить, те люди, которые живут по принципу коллективизма. Если собрание решило сделать что-то и выделено смета, попробуй председателю не выполнить решение собрания. Это будет чревато большими последствиями. Поэтому вот это чувство коллективизма, то, что наш президент Владимир Владимирович Путин говорит, что в низах должно быть объединение для каких-то поставленных целей, значит, наши люди прекрасно понимают, что только они своим трудом могут создать благо для себя. Никто им не придет, дядя не поможет что-то сделать. Ни по дорогам, ни по свету, ни по другим позициям. Я рад, что районному союзу садоводов серьезную помощь оказывает глава Щелковского муниципального района Валова, Алексей Васильевич, Надежда Владимировна Сурцева и председатель комитета по имуществу землепользования и экологии Московской области, Шапкин Владимир Николаевич. Здесь нам еще повезло, что глава такого важного комитета, с точки зрения садоводов-огородников, все-таки депутат областной думы в нашем районе. И он, как вы помните, очень часто участвует в нашей жизни и деятельности. Отмечу, что многие проблемы накопились годами, и мы стараемся их решить. В прошлом году ваш покорный слуга принял на личном приеме 2750 садоводов и председателей. По различным проблемам 99% поставленных вопросов были решены. Это, прежде всего, заслуга нашей администрации, которая очень четко откликается на те позиции, которые мы ставим. И, прежде всего, Алексея Васильевича и Надежды Владимировны, они на личном приеме сняли более тысячи вопросов. Это по поселениям ежемесячно, это личный прием в администрации два раза в месяц. Садоводы, если мы не можем решить эти вопросы в районном союзе, смело идут туда. Алексей Васильевич относится к этому как к своему большому и нужному делу. И мы ему за это признательны. Анатолий Николаевич, вот есть первый звонок от наших зрителей. Давайте послушаем, потом продолжим разговор, ну, естественно, ответим на вопросы. Итак, добрый вечер, вы в эфире, слушаем вас. Добрый вечер. С вами разговаривает член правления СНТ Беллина. На нас выставили штраф по электричеству. Мы считаем это незаконно. Садоводство наше маленькое, в основном пенсионеры. И существует садоводство уже 28 лет. Штраф нам выставили, мы с этим незаконны. Очень много писали, ответов никаких нет. Вот и обращаемся к Анатолию Николаевичу с просьбой помочь нам в решении этого вопроса. Галина Васильевна, я эту проблему знаю. И мы сегодня с Алексеем Васильевичем Валовым утром советовались. Значит, я помогу вам подготовить письмо на председателя областной думы с тем, чтобы можно через министра энергетики этот вопрос снять с проблемы. Почему? Потому что он надуманный сам по себе. Ваш маршрутизатор, который стоит и учитывает в ваттах, почему-то МОСЭНЕРГОСБЫТ перевел ватты в киловатты. И, естественно, вместо 16 тысяч рублей, которые надо было заплатить, получилось 330 тысяч. Это вопрос просто времени. Я обещаю, Галина Васильевна, что в самое ближайшее время мы вам поможем эту тему закрыть. – Антон Николаевич, Вы сказали, что порядка 500 товариществ у нас в районе, а по количеству участков это сколько? – Значит, по количеству участков у нас 52 тысячи участков. Это дачные, садовые и огородные товарищества. Есть очень большие, допустим, в СНТ Заозерной 1700 участков. Мы, кстати, в этом году будем заниматься газификацией в СНТ Заозерной, где газифицируем 1346 жилых домов. Там только протяженность трассы 25 километров, не говоря уже о подводах к дому. Это самое большое садоводческое товарищество, которое мы не могли газифицировать 4 года. Сейчас создались условия, будем заниматься. И я думаю, что октябрю-ноябрю этого года первая очередь уже будет газифицирована. А в следующем году мы газифицируем все 1346 садоводческих домов жителей. Я думаю, будут признательны, поскольку у них сейчас на постоянном проживании живут более 500 семей. Это, прежде всего, ветераны военной службы. Достаточно сказать, что генеральный директор завода Юшмаш, который создавал Сатану, он у них сейчас постоянно проживает. Ну и много других замечательных людей. Они достойны, чтобы жить нормальной жизнью в этом кооперативе. 50 тысяч участков, это если на каждый участок по 2-3 человека, это больше 100 тысяч населения. Вот как вы сказали, еще 50, кто постоянно живет. Как с ними удается справляться? Вы знаете, что в каждом у нас поселении есть человек, ответственный за садоводческое товарищество. Мы стараемся координировать наши усилия для того, чтобы в период дачного сезона не возникало никаких непредвиденных обстоятельств. Прежде всего, это связано с охраной имущества. Это связано с пожарами, которые в прошлом году, к сожалению, унесли 18 наших, так сказать, жилых домов. По разгильдяйству чисто. Это не пожарники виноваты. Это виноваты, прежде всего, сами жители, которые не стали внедрять те требования, которые служба противопожарных мероприятий требовала у них. Все инструкции есть, но инструкция это одно, а фактическое положение другое. Когда на трубе положена защита, ее не сделали, естественно, стали печку топить, перетопили, дома нет. А он горит буквально 7-8 минут, пожарная машина не успевает приехать. Это один вопрос. Второй вопрос, который нас сегодня волнует. В прошлом году у нас отдыхало в наших коллективах более 50 тысяч детей. Вы сами понимаете, что это детский анклав, который требует особого внимания. И вот Алексей Васильевич Валов уже неоднократно поднимал вопрос. Вот в законе о благоустройстве территории садовых товарищей с Московской области четко сказано, что в каждом кооперативе должны быть детские спортивные игровые площадки. Проектами 1992-1993 года это не предусмотрено. Почему? Тогда были пионерские лагеря, и не требовалось такое внимания к детскому отдыху. Каждый ребенок мог спокойно. У нас в Щелковском районе было 28 лагерей. Сейчас практически два и плюс два ведомственных. Значит, юный армеец в одну смену 300 детей, лесная сказка 120, 420 на весь Щелковский район. Два ведомственных мы не считаем, потому что там совсем... Там свои приезжают. Свои, так сказать, приезжают свои. Вы понимаете, это проблема, которая требует ну очень и очень оперативного решения. И возможности есть. Дать людям только площадки, они все обустроят. Для своих детей сами, но, к сожалению, не все так хорошо. И мы как ни стараемся даже через область решить вопрос по выделению земельных участков. Вот есть ДНТ-новинки. Участок под детские площадки. Под детские площадки, да. ДНТ-новинки. Рядом поле 6 гектар. Под спортивные цели. Мы трижды писали письма в область с просьбой выделить один гектар для детских спортивных занятий. Нам отказывают по той лишь простой причине, что территория вам не принадлежит. А территория непосредственно это соседствует с кооперативом. Там у них 79 детей ходят в школу и детские сады. Им нужно просто заниматься, и эта спортивная площадка позволила бы очень хорошему кооперативу выйти на первое место в Московской области по благоустройству. Но этот пункт не выполнен, и все. Они не могут претендовать на какое место, в том числе и на грант, который губернатор Московской области выделяет именно за благоустройство садоводского товарищества. А это приличные деньги, 250 тысяч рублей. Они бы позволили, так сказать, усовершенствовать значительно детский отдых. Это вот одна из тех насущных проблем, которые нам предстоит решить в самое ближайшее время. Вторая насущная проблема – это оформление недвижимости и земельных участков. У нас сейчас около 2,5 тысяч земельных участков не оформлено и более 5 тысяч строений. Не оформлено в собственность или вообще, как говорится, не зарегистрировано? Нет, не оформлено в собственность. У них есть свидетельство 1993 года. Но по различным причинам люди не смогли вовремя воспользоваться, так сказать, своими преимуществами, когда это можно было до 1998 года, до внедрения, так сказать, определенных законодательных актов. А теперь это и с финансовой точки зрения, и накладно получается, так сказать, и люди в раздумье, а нужно ли оформлять. Вы понимаете, здесь прямой эфир. И я скажу, что у нас только по району брошенных земельных участков на сегодняшний день около 2 тысяч. То есть, до юра там свидетельства есть, де-факто десятилетиями люди не появляются. Они зарастают бурьяном, они зарастают лесом, и наши председатели просто не понимают, что с ними делать. Ведь это же иждивенцы в кооперативе. Если, к примеру, в кооперативе 100 человек, и таких 10, значит, уже 10 человек не доплачивают членские взносы. А членские взносы делятся же на каждого члена кооператива. Значит, этих 10 человек должны оплачивать те, кто живет в кооперативе. Это тоже серьезная проблема на сегодняшний день. Что с ними можно сделать? Как-то их найти и наказать? Мы в прошлом году занимались этой проблемой. Мы через мировые суды, значит, взыскивали серьезные деньги, поскольку сейчас мировой суд имеет право издавать судебный приказ и взыскивать деньги. Если раньше нужно было через судебного пристава, это опять время. То сейчас, спасибо нашим судьям, мы очень тесно сотрудничаем и решаем эти задачи, так сказать. У нас есть даже целые брошенные садовые товарищи, вот, допустим, в СНТ Мележе, 50 участков, к ним подведен свет, вода, дороги. Но газа нет. Газа еще нет. Но есть возможность, газ проходит в 100 метрах, можно и газифицировать. Или там же, рядом с ним, СНТ Еремина. 120 участков, практически оформлено 20. А 100 участков требует, так сказать, своего решения. И проблема вся в том, что мы без суда не можем лишить права собственности человека на земельный участок, если даже у него есть свидетельство 93-го образца. Если он даже 30 лет не появлялся, только суд может, так сказать, лишить права собственности. Это вот одна из серьезных проблем, которая волнует и администрацию района, и нас, районный союз садоводов, и прежде всего председателей садоводческих товарищей, с которыми приходится постоянно общаться и работать. Еще одна проблема, которая также очень явственно стоит на сегодняшний день, это у нас около 4900 строений оформлено по декларациям. Как бы люди получили свидетельство и спокойны. Но, когда стали разбираться, у них нет кадастровых номеров, а кадастровой стоимости. И они как бы при облете территории Московской области, они идут в красной зоне, как не оформленные, поскольку у них нет кадастровой стоимости, значит, они не стоят на публичной кадастровой карте. А де-факто у них есть свидетельство. И сейчас этим людям приходится серьезные меры принимать через БТИ для того, чтобы получить технический план и получить регистрационный листок нового образца для того, чтобы был, а, кадастровый номер, и второе, кадастровая стоимость, так сказать, этих строений. По строениям, там у нас еще есть один нюанс, значит, по современным требованиям, когда служба БТИ проходит инвентаризацию, она наносит все объекты, которые есть на участке. Ну, допустим, бани, теплицы, образно говоря, туалеты там, значит, и другие объекты. Для чего? Чтобы можно было просто учитывать количество объектов, но это не значит, что за них люди будут платить налоги. Никто налоги за эти объекты до 50 метров, естественно, не будет платить. До 50 квадратных метров? Да, до 50 квадратных метров. Но, естественно, когда человек был, значит, у него небольшой гараж, 24 квадратных метра, а он пристроил к нему еще 30 квадратных метров баню, то уже этот объект при очередной, через 5 лет инвентаризации, будет занесен как объект недвижимости, который подлежит налогообложению. А если он не пристроил к этому гаражу, а отдельно поставил 30 метров? 30 метров, он не будет облагаться налогом. То есть 2, вот это 24 гаража, да, 30 бани, а отдельно стоят ничего? А если вместе, то считаются квадратные метры. Теперь, вот, уважаемые телезрители, я хотел бы вам сказать, что решением президента вы освобождены от налога на 6 соток. Но пока, к сожалению, не проработан окончательно вопрос, как налоговая инспекция должна применять на практике это, так сказать, вот новшество. Все категории граждан, да? То есть 6 соток налогом не облагается. То есть 6 соток налогом не облагается в садоводстве. У нас же пока по новому закону он вступает в силу с 1 января 2019 года. Есть дачные товарищества, есть различные, будем говорить, там некоммерческие объединения, но не садовые. Они оплачивают обязанные налоги, поскольку они не относятся к садоводству. Значит, только садоводческое товарищество не платит налоги. Вот вчера у меня на приеме было 2 сестры, их отец построил дом, и поскольку он был офицер запаса, ему было положено 25 соток земли. Значит, они разделили пополам, по 12,5 соток. Им пришел налог за 16-й год по 15 тысяч рублей. Это очень серьезные деньги. Они говорят, что же теперь делать. Я им сказал, успокойтесь. Московская областная дума, сейчас, а я являюсь помощником депутата Московской областной думы Шапкина Владимира Николаевича, прорабатывает вопрос о том, чтобы провести снижение кадастровой стоимости по всем местным садоводческим товариществам. Пока бремя налогов для наших садоводов, ну, неподъемное, честно вам скажу. И если люди умеют считать деньги, а пенсии у нас не очень велики, то приходится в год садоводу 35-40 тысяч оплачивать и налоги, и воду, и свет, так сказать, и удобрения там, и все остальное. То многие просто отказываются выезжать, поскольку на эти 40-45 тысяч можно купить на рынке свежие фрукты и овощи. И ко мне такие вопросы, к сожалению, поступают. Но не все так плохо у наших садоводов. В прошлом году был очень хороший урожай. Мы проводили ярмарки садоводов в Монино. Дальше 450 человек участвовало в акции «Посади наш лес», где мы тоже выставили серьезную выставку «Дары садов». Мы из выращенных садоводами овощей и фруктов, по сути дела, продали полцены, картофели 10 тонн, 5 тонн морковки, 5 тонн свеклы, 5 тонн лука. И вот жители Монино и других поселений, которые участвовали... Выращка кому пошла? Тому, кто выращивал? Да, кому кто выращивал, садоводам нашим. И это как бы их личные деньги, которые они вырастили, смогли восполнить свой частичный бюджет. Урожай был очень хороший, несмотря на неблагоприятные условия летом. Лето было дождливое, но наши садоводы имеют желание выращивать на своих участках уникальные вещи. Вот, к примеру... Арбузы, бананы. Ну, арбузы, не бананы. Во всяком случае, вот в СНТ Серкова есть фрослый Александр Евгеньевич. Он вырастил тыкву в прошлом году 70 килограмм. Мы ее выносили на выставку. Это действительно огромная тыква. Мы вчетвером, так сказать, еле-еле ее принесли на выставку. Или, допустим, Виктор Иванович Евтушенко. Значит, он 15 лет занимается выращиванием картофеля. Вот я лично был на участке. С одного куста 12 килограмм картофеля. Понимаете, что это серьезные подвижки. Или Бондаренко Надежда Сергеевна, председатель СНТ Серкова. Она 20 лет занималась выведением помидоров, черная гроздь. И в прошлом году у нее получилось, и многие наши садоводы, значит, просили у нее на рассаду семян. Вкус винограда. Цвет черный. Но... Понимаете, гроздь виноградная очень интересна. Значит, или взять в СНТ Клязма Ежова Нина Георгиевна Анатолия Егорович. Значит, он офицер запаса 30 лет назад уволился и выращивал, реанировал 6 сортов винограда. У него сейчас, по сути дела, виноградники. И вкус винограда не отличается от узбекского и молдавского. Но у него как-то все-таки теплится, наверное? Нет. Или в открытом грунте? Именно в открытом грунте. Он никогда их не укладывает и не утепляет. Он их реанировал к нашим условиям. Гроздья такие же, как в Узбекистане. Вкус точно такой же. Мы ему признательны. Надо отметить, что есть и другие люди, которые как бы своим личным трудом помогают развивать новые сорта. Вот, к примеру, значит, Чуркина Мария Трофимовна. Она 25 лет занималась выведением сорта помидор и перцев. Помидор у нее вес 640 грамм. Это по размеру как у вас? Ну, по размеру это примерно 640 грамм. Вот такой помидор. У меня даже есть картинки. Мы на выставку их предоставляли. Но она не пользуется никакой химией. Только натуральный компост, который позволяет ей выращивать, так сказать, вот. Или перцы 340 грамм. Вы понимаете, что вы на рынке берете перец 100 грамм. Это 3 вместе. Если взять, то получается, так сказать, вот. Сейчас очень хорошо пошли пасеки в наших садоводческих товариществах. Там в законе четко сказано, что надо разрешение общего собрания. Но я вам скажу, что есть председатели, к примеру, газовик Романов Александр Васильевич, у которого пасека 12 улев. У Голпачникова электрон Александр Викентьевич, значит, 10 улев. И все на какой площади? На участке 6 соток или все-таки больше? Нет, им выделили, значит, из земель общего пользования за территорией садоводческого товарищества, где он разместил пасеку. Но что интересно, наши наблюдения показывают, что урожайность примерно на 50% выросла у наших садоводов яблок, груш, малины, смородины. Поскольку происходит активное опыление даже в теплицах. Благодаря пчелам? Благодаря пчелам. Пчелы делают свое дело. Положительно и то, что у наших садоводов есть натуральное хозяйство. Мы уже неоднократно говорили, есть козы, есть куры, есть гуси, утки, перепелки, фазаны, индейки и так далее. Но мы сейчас встретились с одним уникальным фактом. В СНТ «Наука» один из садоводов на свой участок привез настоящего медведя. Но это не для пропитания, наверное, я думаю. Хотя медвежать, говорят, вкусное очень мясо. Он построил клетку, но надо знать закон. В законе сказано, что в садоводском товариществе можно содержать мелкую живность. О чем я говорил, так сказать. Ну а корову можно, например? Корову можно. Это же не мелкая живность. Можно корову содержать. Она не является объектом, который нарушает, образно говоря, внутренний микромир в садоводском товариществе. А вот что касается медведя. Ко мне пришла представительница садоводского товарищества. И придется через участкового, через правоохранительные органы, заставлять, принуждать данного садовода, чтобы он медведя смог поместить в то место, где ему положено быть. В зоопарк. То есть выселение произойдет. Потому что в законе четко сказано, что медведю там не место. Кстати, есть и сейчас расхожее мнение, что я хочу на своем участке, то и делаю. Он у меня в собственности. Появились почему-то автосервисы, шашлычные, другие объекты, обеспечивающие питание. Значит, Московская областная дума, я думаю, что весеннюю сессию примет уточнение закона. Значит, на садоводческом огородном участке должно быть все то, что связано с садоводством. И никаких вот этих понуждений для того, чтобы устроить сервис или другие объекты недвижимости, не относящиеся к садоводам, будут, так сказать, принуждены к тому, чтобы это дело закрыть. Ведь есть у нас в Анискинском поселении, в СНТ Райки, значит, одна мудрая женщина скупила 18 участков и устроила конеферму. Понимаете? Какую ферму? Конеферму. Конеферму. Да. Лошадей разводят. У нее дело хорошее, но можно было бы обратиться в ту же Анискинскую администрацию. Земель сельхозназначения вокруг очень много. Она все равно покупала. Можно было выкупить земли сельхозназначения и устроить ферму на законных основаниях, а не на полулегальных, как у нее сейчас. Наступит время, 2019 год, ее попросят, так сказать, удалить всю живность с ее участка. Хотя у нее земли находятся в собственности. Но в каждом свидетельстве написано целевое назначение садоводства. Никак не написано коневодство или другое. Анатолий Игоревич, кстати, в Райках, вот недавно тоже наша съемочная группа снимала, выявили еще и производство, так скажем, по незаконной переработке мусора. Причем рядом с садоводческими товарищами. Но мы еще с вами поговорим о проблеме вывоза мусора и его переработки, сортировки и так далее. Тем более, что сегодня губернатор с заявлением выступил на заседании областного правительства. Буквально через 3-4 минуты вернемся к вам после небольшого перерыва. Не переключайтесь. Продолжаем программу «Диалог». Напоминаю, что в гостях у меня сегодня председатель Союза садоводов Челковского района Анатолий Штоколов. Еще раз добрый вечер, Анатолий Николаевич. Напоминаю, телефоны прямого эфира 567-1440, 567-1450. Звоните, задавайте свои вопросы. Тем более, что уже очень скоро открывается у нас садово-огородный сезон. Очень мы подробно с вами поговорили и о том, что было сделано за прошлый год Союзом Садоводов. Для, опять же, садоводов нашего района, ну и те, кто приезжает летом к нам отдыхать и работать тоже, конечно. Конечно, поговорили о проблемах. Наверное, еще проблемы будут обозначены другие. Хотелось бы, вот вы говорили о хорошем, так скажем, что подстройки до 50 квадратных метров на подсобные, естественно, на участках не облагаются налогом. Вот хотелось бы еще поговорить о том, много говорили о том, что будет лицензироваться, будут лицензироваться скважины, которые, естественно, многие делают у себя на участках по добыче, так скажем, воды для, естественно, своих бытовых нужд. Но вот сейчас вроде как отменили это лицензирование. Как долго оно продлится и что нас ждет в дальнейшем? Мы этот вопрос обсуждали на Союзе дачников Подмосковья, где Никита Чаплин четко обозначил позиции. До конца 2020 года лицензирования не будет. Почему? Надо дать возможность людям подумать, нужна ли им скважина или не нужна. Если нужна, то на каком горизонте? Или 10 метров, или 20 метров, или 50. Каждый человек должен подумать, потому что предстоит в будущем оплачивать за потребляемую воду. И это мы будем обсуждать на очередном семинаре, который состоится у нас 23 июня этого года. Мы специально приглашаем с Московской области человек, отвечающий за лицензии, который нам, нашим садоводам, расскажет порядок и последовательность осуществления этой деятельности после 2020 года. Это вот первое. Второе. Мы пошли по второму пути. Значит, мы сейчас 15 садоводских товариществ в деревню Старая и Новая Слобода подключаем к центральному водоснабжению. То есть нам сделан проект. Мы получили технические условия от поставщика воды центрального водоснабжения. Нам выделили определенную кубатуру. И мы будем идти по пути, по возможности, где есть качественная вода, и подключить не только к воде, но и провести водоотведение. С тем, чтобы был целый комплекс экологических мероприятий, обеспечивающих спокойное проживание наших садоводов на своих участках. Не секрет, что процентов 70 наших садоводов живет круглогодично. Вот я вам приведу такой пример. Это не зависит от того, допустим, зарегистрированы они на участке или нет. Так точно, да. Вот я приведу такой пример. В поселке Свердловске есть кооператива Гвардейский. Утром выезжает в Москву более 100 машин. То есть 100 человек постоянно проживает на своих участках. Да, я понимаю, что там есть все условия. А работают в Москве при этом? В Москве, да. И вечером возвращаются. Я понимаю, что там все есть условия. Там они эгосифицированы. Там центральное водоснабжение, центральное канализование, телефонизация, дорожная сеть, электричество. Все условия есть. Но к этому будут стремиться и остальные садоводские товарищества. Если мы сейчас реализуем проект на 15 садоводских товариществ под ключом к центральному водоснабжению, дальше у них очень хорошее электроснабжение, дальше мы их газифицируем, а это в районе Фрязино. До Москвы рукой подать. Люди, конечно, будут жить там постоянно. В этом сомнения нет. И чтобы эту тему завершить, значит, у нас очень много людей, особенно военных пенсионеров, сейчас прописываются уже по существующему законодательству, если у него зарегистрировано жилой дом или жилое строение, непосредственно на садовых участках. И эта тенденция в дальнейшем будет продолжаться. Почему? Потому что когда человек начинает думать, где ему жить, в Москве или за городом, состояние здоровья его, так сказать, позволяет жить именно за городом и улучшать свое состояние здоровья. Многие прописываются, бросают московские квартиры своим ближним родственникам или детям, а сами проживают, так сказать, в тех домах, которые построены своими руками. Это очень примечательное и нужное дело. Вот вы упомянули о семинаре Союза садоводов, который состоится в июне, но уже очень скоро. Предлагаю посмотреть видеосюжет о том, как проходил семинар в администрации Щелковского района в конце прошлого года, какие проблемы поднимались, как реагировали районные власти. Ну и, естественно, поговорим о том, что еще предстоит сделать Союзу садоводов в этом году. Давайте посмотрим. Поощрить за добросовестный труд. Благодарственные письма и грамоты вручили садоводам, проявившим себя наиболее активно в общественной жизни Щелковского района. И от красивых слов сразу к делу. Семинар садоводческих и огороднических товарищей с не просто встречи единомышленников, а возможность для председателей СНТ и ДНТ решить на месте тревожащие их вопросы, связанные, например, с оформлением собственных земельных участков, уплатой налогов, организацией подъездных путей или дополнительных автобусных остановок. Как говорится, кого что волнует. Мы взаимодействуем с вами по многим вопросам. И по оформлению земельных участков, и по решению спорных проблем, и по работе для того, чтобы каждый смог приватизировать земельные участки, кто не в аренде. Любой вопрос, любая проблема, которая выносится на уровень администрации, на уровень Совета депутатов, всегда находит отклик. Важный вопрос – организация вывоза мусора. В Щелковском районе договора на вывоз бытовых отходов заключили лишь 40% жителей. Работа в данном направлении продолжается. Тем не менее, далеко не все поступают добросовестно. В наш контейнер сбрасывают в соседние деревни мусор, приезжают с соседних шиномонтажей, просто используют наш контейнер, другие люди. Только мы ставим контейнер в деревню, начинается сброс до мусора в таких масштабах, что приходится потом ликвидировать от контейнерной площадки. С каждым жильцом будет заключен договор индивидуальный по вывозу мусора. Помимо этого, на семинаре обсудили вопросы, связанные с оформлением проекта организации жилой застройки территории, утверждением генеральных планов развития поселений. Анатолий Николаевич, мы еще поговорим об этой серьезной проблеме. Вывоз мусора – это отдельная тема, заслуживает. У нас есть один звонок еще. Давайте послушаем, ответим, потом продолжим наш разговор. Слушаем вас. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте. Меня зовут Наталья Павловна. Наша СНТ находится в Щелковском районе. Это юридический адрес деревни Митянина. Около 30 лет нам никогда не сделали ремонт подъездной дороги к СНТ. Скажите, пожалуйста, каким образом можно добиться, чтобы нам сделали дорогу? Потому что уже за свой счет делать невозможно. Сил не хватает финансовых. И уже возраст такой, что у нас все садоводы уже в преклонном возрасте. Переписка с администрацией Щелкова ведется с июня месяца. Одни обещания. На ремонт нас поставили на 2018 год, но денежек нет. И когда будет? Я вас могу успокоить. Согласно постановлению правительства Российской Федерации и губернатора Московской области, утвержден план строительства дорожной сети к СНТ непосредственно от основных дорог. Это серьезная проблема. Выделены серьезные деньги. Но есть один камень приткновения. Он касается, что кусочек дороги от основной к вашему СНТ, он практически является ничейным, поскольку он не имеет паспорта. И, естественно, если этот кусочек не является паспортизированным, Московская область не может вложить свои деньги в объект, который как бы является безхозяином. Поэтому мы сейчас продумываем вопрос о паспортизации вот этих кусочков подъездных дорог. У вас там, по-моему, 948 метров до ваших двух СНТ. Я возьму наличный контроль с тем, чтобы подъездная дорога к вам была проведена, поскольку там есть и небольшие условия, связанные с развитием территории СУ-22. Буду держать на контроле. Будьте ласковы. Улица Краснознавинская, дом 4А. Понедельник и четверг. Мы вас ласково просим прибыть. Мы эту тему поднимем на уровне Московской области. Анатолий Николаевич, еще один звонок. У нас приоритет зрителям. Давайте всех выслушаем, всем ответим, потом будем беседовать дальше. Слушаем вас. Добрый вечер. Вы в эфире. Добрый вечер. Я вот хотела задать такой вопрос. Мы являемся собственниками садового участка в СНТ «Газовик». Имея свидетельство 1993 года, по свидетельству у нас 6 соток, а сейчас по факту у нас около 8 соток. Мы пытались оформить эту землю, но никак не можем ее оформить, то оформить эти две сотки. Скажите, какие-то сдвиги будут по этому вопросу или как-то нужно узаконить? Мы занимаемся этой проблемой. К сожалению, вы не назвали свои фамилии, имя, отчество. Значит, я, председатель у СНТ «Газовик», эту тему, он был у меня вчера. Мы с ней обсуждали. Во-первых, необходимо оформить собственность в ваши 6 соток. Они у вас в собственности. В собственности. И тогда, пожалуйста, на улицу Краснознаменская со всеми документами я вам помогу найти пути решения оформления двух соток, так сказать, в установленном порядке, может быть, даже первично в аренду, так сказать, вот, с последующим правом выкупа. Найдем путь решения вопроса. Нет тех вопросов, которые мы не могли бы решить. У нас в районном союзе есть два юриста, которые ведут один землю, второй недвижимость. Посоветуемся. Приезжайте, пожалуйста. Буду рад вас увидеть и помочь. Антон Николаевич, если можно, еще раз скажите адрес, куда к вам приходить, в какое время. Улица Краснознаменская, дом 4А. Значит, понедельник и четверг с 8 до 16. Я по понедельникам и четвергам принимаю 30-35 человек. И мы, как правило, 99% заданных вопросов стараемся помочь решить. Ну, 1% это, так сказать, уже, ну, просто безысходность. Там нет или правоустанавливающих документов, или просто юридически не сможем только через суд. А так, в основном, приезжайте, мы разберемся и поможем. По-моему, наша зрительница хотела еще что-то спросить, еще один вопрос задать. Слушаем вас. Вы знаете, проблема газификации, это проблема самого садоводческого товарищества. По своему уставу я не могу вмешиваться в хозяйственную деятельность, так сказать, вот, структуры, которая занималась газификацией. Но у нас есть ревизионная комиссия, которая может выехать к вам на место, посмотреть, все ли правильно с точки зрения финансовой по обеспечению газификации вашего садоводческого товарищества. Я буквально взял себе на контроль этот вопрос, приедете ко мне, напишите официальное заявление, мы сможем проверить правильность выделения денежных средств каждым членам СНТ для подключения к системе газоснабжения. Есть общее понятие, значит, по прошлому году у нас средняя стоимость одного участка примерно 280 тысяч рублей, максимум около 400, но никак не миллион. Хотя есть позывы, значит, у некоторых недобросовестных лиц, которые устанавливают самостоятельно цену, не экономически никак не обоснованную. Мы эту проблему обсуждали в СНТ Заполье, в пятницу собираемся, где образовалась ПК, так сказать, Заполье, и установили. Люди сдали по 200 тысяч, они сейчас им устанавливают цену 1 миллион. Думаю, что приоритет здесь будет прокурорского расследования, но в пятницу в 11 часов мы собираемся. Вы тоже прибудьте в следующий понедельник, мы с вами плотно обсудим эту проблему, поскольку она не только у вас, но, видимо, и у других членов кооперативов, где происходит газификация, имеет место быть. Я рад, что буду вам помогать. Анатолий Николаевич, ну давайте вернемся, вот уже эту тему мы пытались поднять, да, в видеосюжете прозвучала она, вернемся к нашим домашним животным, так сказать, ну не козам, не овцам и даже не медведям, а к свиньям. Рейд вот под названием «Свинья» проводят у нас постоянно в районе Госадмтехнадзор, нарушители выявляют, члены товарищей тоже поднимают этот вопрос и буквально сегодня на заседании правительства Московской области губернатор Андрей Юрьевич Воробьев сказал, что до начала 2019 года, то есть будущего года, Московская область должна перейти на совершенно новую современную систему сбора и переработки мусора. Вот как это коснется, так скажем, садоводов и огородников? Не более чем неделю назад наш заместитель главы Щелковского района Петерима Евгений Николаевич проводил большое расширенное совещание по качеству работы, связанной с вывозом мусора и прежде всего раздельный сбор с мусора. Вот приведу два маленьких примера. СНТ вужок. Значит, как только они стали проводить работу по раздельному сбору мусора, у них экономия образовалась на вывозе мусора раз. Второе, значит, в месяц 15 тысяч за счет того, что они раздельный мусор собирают и сдают, так сказать, вот. И по итогам года в размере 60 тысяч не только экономия, но и прибыль образовалась. Хотя человек, который занимается, он, так сказать, занимается у них, стоит на должности уборщика, и ему поручение такое. То есть это перспективное дело, будем это внедрять. Поскольку, допустим, если вывозили в СНТ Лужок, в СПК Лужок три контейнера, да, то стали вывозить один контейнер. А почему так? Ведь если мусор рассортирован, должен быть больше контейнеров? Нет, значит, там он разделяется стекло отдельно, пакеты отдельно, пластиковые бутылки отдельно, бумага отдельно. Если все это дело распотрошить, то останется мусора одна треть от того, что навалили, понимаете? А все то, о чем я перечислил, имеет денежный эквивалент. Если приложить руки, потом сдать соответствующую, так сказать, вот структуру, которая платит деньги, и это тоже, этим надо заниматься. Ко мне обратился председатель СНТ, здесь недалеко, в Щелково-7, ветеран космоса. Он тоже в этом году внедряет это дело. Мы посмотрим на принципе работы этих двух СНТ и постараемся на семинаре, который будет у нас 23 июня, эту тему более рельефно рассмотреть с тем, чтобы повсеместно внедрить, поскольку вывоз мусора – это очень и очень больная тема. Здесь не только связано с тем, что стоимость увеличилась на 50%, причем вывоза мусора увеличилась на 50 километров. Это связано с тем, что у нас закрыли ближние свалки, так сказать, а мусор вывозят на дальнюю перспективу. И более того, 8 компаний лишены лицензии, количество их сократилось, и это тоже будет как бы наносить отпечаток на нашу деятельность. Это только один вопрос. Губернатор Московской области требует, чтобы прилегающая территория, в том числе и лесная, содержалась в образцовом порядке. Вот впереди у нас майские праздники. Мы просили председателей правлений мобилизовать народ с тем, чтобы произвести, а, уборку своей территории после зимы. Ну, субботники у нас предстоят всегда традиционно, естественно, перед праздниками. Значит, б, убрать территорию, прилегающую к садоводскому товариществу, и прежде всего сухую траву. Не секрет, что именно сухая трава является источником поджога жилых домов, поскольку не исключено, что в мае будут большие ветры, как всегда, и пал травы, так сказать, остановить невозможно. При большом ветре переносится. В прошлом году 19 строений, не жилых домов, а просто, значит, хозяйственных строений было сожжено именно из-за того, что школьники поджигали траву, а люди несвоевременно ее убрали от заборов в лесу, и она перекочевала на, так сказать, вот, хозяйственные постройки, которые имели возгорание. Эту тему мы будем стараться майские праздники решить. — Анатолий Николаевич, у нас осталась буквально одна минута до конца программы, не можем обо всем поговорить, просто я смотрю, вот у вас книжка какая-то интересная лежит на столе, да? Представьте ее нашим зрителям, анонсируйте, что это такое. — Значит, я хотел бы сказать, что мы закупили для всех председателей букварь садовода в связи с новым законом о садоводском товариществе. Вот он называется «Дачная реформа», значит, какие изменения ждут садоводов и огородников. Здесь все расписано от Адая по новому закону. Ее просто надо внимательно с карандашом прочитать и внедрить в практику своего садового товарищества. Для этого вам дается до 1 января 2019 года. Мы будем районным союзом садоводам всемирно помогать с тем, что в 2019 году вы вступили уже в новую эпоху с новым законом. Но я хотел бы сказать, что мы сейчас делаем все, чтобы исключить из понятия нашего в обиходе огородных товариществ. Мы их стараемся перевести все в СНТ. За исключением одного химик, у которых изначально была заложена инфраструктура только под огороды. У них расстояние... — Извините, перебью, Анатолий Николаевич. Где книжку такую можно найти? — Книжка в районном союзе садоводов, улица Краснознаменская. 50 председателей уже ее получили. А мы рассчитывали и закупили ее на всех председателей. И без нее просто трудно будет выжить в соответствии с требованиями нового закона. — Большое спасибо, Анатолий Николаевич, за ответы на вопросы. Спасибо, что нашли время прийти к нам в студию. Надеюсь, что по завершении огородного сезона вы еще раз придете и расскажете, что удалось сделать и что еще предстоит сделать. Это была программа «Диалог». Смотрите нас каждый вторник на Щелковском. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok